Вести Карачаева, Черкесия Решение президента России Владимира Путина На частичной мобилизации прокомментировал глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Далее цитата. Не просто с вооруженными силами Украины, но и по факту силами НАТО, объединенными силами Запада. Объявленное решение о мерах по усилению группировки российских войск на Украине абсолютно верно и своевременно. Сейчас мы видим, как накачивается оружием Украина, причем укрепление идет за счет 30 части западных элит. Их цель – далеко не интересы граждан Украины. Воюя с нашей армией, они воюют со всеми нами, россиянами. Их истинная цель – развал нашей страны, разделение ее на мелкие суверенные государства. Настало время показать наше единство, любовь к Родине, наши искренние стремления и готовность обеспечить надежный отпор любым угрозам нашему государству и защиту его граждан. Закончилась цитата руководителя республики. Георгиевскую ленту приравняют к символам воинской славы. Данный законопроект «Единая Россия» Госдума приняла в первом чтении. После вступления документа в силу за публичное сквернение Георгиевской ленты будет наступать уголовная либо административная ответственность. Это поможет пресечь нападки на символ победы в Великой Отечественной войне. В Северокавказском институте филиале «Ранхикс» в рамках федерального проекта «Содействие занятости» продолжается бесплатное обучение граждан по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Подробности сообщил директор Северокавказского института филиала «Ранхикс» Азамат Лисов. В Карачаево-Черкесии в рамках нашей квоты повышение квалификации и переподготовку могут пройти 200 жителей республики. Самые разные программы. Это и кадровый аудит, это и оценка недвижимости, это и программы, связанные с управленческими компетенциями и так далее. Поэтому спектр очень обширный и я уверен, что те программы, которые реализует президентская академия, позволят нашим гражданам улучшить свое положение и в организации, и найти новую работу в случае такой необходимости. В эти дни в Тюмени проходит заключительный этап всероссийского конкурса «Учитель года России-2022». Карачаево-Черкесию представляет учитель истории и общества знания 19-й гимназии Черкесска Лариса Матунова. По итогам испытаний будут определены пять призеров, которые отправятся в Москву и 3 октября примут участие в третьем туре заключительного этапа. В рамках финального испытания «Педагогический совет» они обсудят с министром просвещения России Сергеем Кравцовым актуальные задачи современного образования и предложат свои идеи по его развитию. В 2023 году в Карачаево-Черкесии планируется создать еще три молодежных проектных офиса. Задача проектного офиса и экспертов – дать молодежи возможность сформировать навыки в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений. Об этом сообщил советник министра по делам молодежи республики Расим Попшулов. В данный момент идут территориальные рассмотрения, а так мы хотим развивать не только город Черкесск. Вот это большая проблема, когда только в одном городе сосредоточены все ресурсы. Мы хотим открывать такие площадки, как и в городе Карачаевск и в муниципальных детях. Много людей выпадает из этого процесса. Человек после учебы, после работы вечером сел и для себя такой небольшой досугу устроил, там посидел, поработал. И для жителей города Черкеска, естественно, это удобно. Там приехал в офис, посидел, поработал, добраться до дома недалеко. Но если мы там, например, рассматриваем ребят, которые каждый день ездят, им, естественно, неудобно оставаться, задерживаться. Поэтому мы хотим в долгую сыграть и открывать такие точки и в муниципалитетах тоже. Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» завершился полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена» проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Карачаево-Черкесию представляла Дарья Брянцева, студентка первого курса Международного колледжа «Полиглот». В рамках полуфинала участники решали кейсовые задания от ведущих российских компаний и вузов. Кроме конкурсных испытаний, полуфиналисты участвовали в мотивационных встречах, лекциях и мастер-классах от партнеров проекта «Большой перемены». В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева продолжаются работы по капитальному ремонту общежития для студентов. Компания по капремонту вузовских общежитий реализуется в России с прошлого года по инициативе партии «Единая Россия». Комментирует информацию ректор университета Таусултан Узденов. Мы к концу этого года, к концу декабря, мы должны полностью завершить и отчитаться перед Министерством науки и высшее образование о завершении ремонта. Что касается дизайна наших проектов, это такой очень современный студенческий молодежный проект, итальянский проект был в фасадах именно в таком свете. Но они в таком темном свете не останутся, на них будут наложены специальные аппликации из железа, которые будут отражать игра света, тени. Это все будет очень интересно и привлекательно. На средства гранта Фонда культурных инициатив благотворительный фонд созидания реализует проект «Страницы века» к столетию Государственной национальной библиотеки Карачаева-Черкесии имени Халимат Байрамуковой. Как отметила руководитель проекта Ася Байрамукова, он направлен на популяризацию русской литературы и литературы народов Карачаева-Черкесии путем создания серии документальных фильмов о библиотеке. Видеокнига, ну это мы так красиво называли документальный фильм о библиотеке, и видеокнига, как любая другая книга, будет содержать несколько глав. В нашем случае это пять глав. Каждая из глав будет посвящена определенной теме, но всех их будет объединять национальная библиотека. В одной главе мы там рассказываем про сотрудников, про тех, кто там работал когда-то, про их обычаи, традиции, ну что-то вроде семьи, потому что коллектив — это семья. В другой главе мы будем рассказывать про историю становления библиотеки, про роль библиотеки в культурной жизни Карача-Черкесской республики. В другой главе мы будем рассказывать о писателях и поэтах, в судьбе которых библиотека сыграла тоже не последнюю роль. И пятая глава, она как заключительная будет, у них же будет праздничное мероприятие, в октябре хотим это отнять как отдельную главу. Но мы хотим показать через каждую главу, насколько важна библиотека в судьбе и самой республики, и в судьбе наших поэтов и писателей. Мы их будем объединять в итоге в один фильм, чтобы у зрителей, у всех желающих была возможность в каком-то одном файле это всё посмотреть. Мы, кстати, хотим потом вот этот общий документальный фильм показать во дворце культуры города Черкеска, там на большом экране, пригласить гостей. В Узюгутинском районе начал работу экологический проект «Это не наш мусор, но это наш город», реализуемый общественной организацией КЧР «Территория жизни». В его рамках пройдёт серия уборок на территории муниципального образования, будут размещены эколого-пропагандистские баннеры, а в образовательных учреждениях состоятся эколого-просветительские уроки. Участники проекта уже провели масштабную уборку на территории популярного места отдыха минерального источника «Мурзабе-Качи» в окрестностях станицы Красногорской. А на центральной улице Узюгуты уже установили первый информационный баннер проекта «Это не наш мусор, но это наш город». Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило несанкционированную свалку на землях сельхозназначения недалеко от аула Дженгирик в Карачаево-Черкесии. Комментирует информацию заместитель начальника отдела государственного земельного надзора управления Светлана Никулина. При выездном обследовании установлено, что земельный участок, предназначенный для выпаса сельскохозяйственных животных и находящийся в ведении администрации Карачаевского муниципального района, не использовался по назначению. В северной части сельхозугодий имеется захламление коммунальными бытовыми отходами на общей площади 21 квадратный метр, не обработаны древесины и железобетонными изделиями. При этом сельхозучасток находится в зоне с особыми условиями использования территории – водоохранной зоне реки Тиберда. Управлением Росельхознадзора администрации Карачаевского района объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства. Около 500 тонн картофеля и 3000 тонн подсолнечника уже собрано на полях республики. Уборочные работы по картофелю произведены на площади 73 гектара, а подсолнечник убран на площади 1605 гектаров. По данным регионального Минсельхоза в Карачаево-Черкесии обмолочено зерновых колоссовых и зернобобовых культур на площади 30 305 гектаров, намолочено 111 252,5 тонны зерна. В ауле Хабес начнется строительство нового здания для лицея на 254 места, так как существующее здание уже признали аварийным. О том, что будет в новом здании, рассказала директор лицея Елена Кетова. Новые кабинеты, оснащенные современным оборудованием, новая территория, это новая спортивная площадка, зеленая зона, ну и соответствующее все это будет соответствовать именно новым стандартам. Строительство начнется в начале 2023 года и к концу 2024 года у нас будет новое здание и все оборудования тоже будут соответственно именно вот к этому строку. Сотрудниками уголовного розыска Черкеска по улице Костахитогорово, республиканской столицы, по подозрению в сбытии наркотиков были остановлены двое граждан Таджикистана 22 и 20 лет. В ходе досмотра у подозреваемых изъяли 231 сверток с героином. Установлено, что молодые люди установили на территории города тайники закладки с наркотическими средствами по пяти адресам для дальнейшей реализации бесконтактным путем. Оба подозреваемых задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело. Артисты республиканской государственной филармонии представили на суд маленьких зрителей волшебника изумрудного города и окунули ребят в атмосферу сказки. Костюмированный мюзикл, поставленный Ставропольским режиссером Евгением Пересыпкиным, пришелся по вкусу всем, кто находился в зале филармонии. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, завтра по Карачаево-Черкесии облачно, дождь, местами сильный. В отдельных районах сильный ливень, сильный дождь, местами туман. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. В горах порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-17, в горах местами до 11 градусов. В Черкесске дождь, ветер северной четверти 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 17 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вооруженные силы Российской Федерации Ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции, в составе именной роты Карачаево-Черкесии, получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники — это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту — твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства. Телефон для справок 8-878-2-26-36-32. Выплатить зарплаты, сделать закупки, составить план. А если проверка придет? Не придет. Занимайтесь тем, что у вас получается лучше всего — бизнесом. По всей России правительством введен мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса. В случае его нарушения оставьте жалобу на портале Госуслуг и получите ответ в течение суток.